да вроде все работает скажите как звук ребят все нормально если все нормально прямо поехали тогда я хотел с вами провести такой маленький эфир в субботу вечером по я в цветах миша в цветах отсесть то я немножечко вот сюда вот чтобы цветы были отдельно а миша отдельно атака прекрасно ваше здоровье с новым годом план такой короткий знакомства о программе немножко расскажу о планах нам на новый год и отвечу на ваши вопросы если они будут ребят я хотел сделать этот этот лайф этот эфир потому что у меня на самом деле было немножко так странно я провел много времени на последнее время на на инстаграме для меня это была новая медиа и не то что я вас забыл я вас не естественно не забыл но вот я по пришел попробовать новую медиа и это как раз заняло конечно большое количество времени и вступая в новый 2021 год я так подумал надо бы мне конечно обязательно провести маленький эфир специально для вас у нас много новых людей пошло на в группу у нас было много интересных постов последние несколько месяцев активность была довольно-таки хорошая ну а миша самого не было миша был занят подготовкой новой программы и работая на инстаграме поддержкой людей на программе конечно естественно то есть это занимает время и не всегда мне получается все успеть поэтому ребята хочу представиться миша сахаров я создал вот нашу программу по метаболическому здоровью я работаю и с онкологии тоже по многу часов каждый день очень много нового все время встречается то есть у меня патента на так сказать на правильность как бы и на полноту все информации у меня естественно нету как говорили древние кто-то из древних философ я не помню кто он говорил я знаю то что я не знаю примерно так и конечно же я это в общем то это это подтверждается практически каждый день потому что конечно же у меня есть определенные какие-то есть протокол у меня есть какие-то какая-то работа как которую то есть какие-то уже протокола наработаны много я знаю по дыханию по питанию конечно по движению но естественно потому что вы задаете на программе мне люди задают очень много интересных вопросов практически каждый день то мне конечно приходится очень много нового читать многому чему учиться и это очень очень классный процесс и поэтому я хочу сказать что в миша сахаров я он чувствую себя счастливым человеком потому что жизнь наполненная жизнь насыщенная и мне реально интересно работать с этой темой с темой здоровья и я могу конечно сказать что я по теме здоровья именно по теме сочетание различных аспектов здоровья знаю достаточно много это знание практические не только теоретически и поэтому таскать у нас хорошие классные результаты у людей на программе программа уже длится скоро два года уже на русском языке метаболическое у нас есть классное приложение которая в котором есть очень многие возможности от сейчас вам покажу как она выглядит вот так вот она выглядит то есть у нас есть занесение данных курс школа нежной кухни медитации вопросы ответы поддержка курс есть на двух языках сейчас у нас мы тестируем вторую версию у нас первой версии было аж больше пятидесяти апдейтов то есть пятидесяти малых версий сейчас мы сделали вторую большую версию где будет очень интересные возможности новая она как раз начинается вот со следующей недели и у нас сейчас набор в это воскресенье если кому-то интересно вступайте на программу и будем работать планы на 21 год они очень интересны я хочу начать брать у меня времени как бы все 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 прошлые два года они ушли на конечно на очень плотную работу с программой с разработкой приложения с разработкой учебного материала на двух языках сейчас это все работает я очень-очень рад и в этом году у меня я надеюсь у меня будет немножечко больше времени для того чтобы как бы продвигаться работать вглубь то есть у меня много знакомых ученых очень интересных исследователей они все англоязычные большинство из них я давно очень хотел брать с ними интервью и сейчас у меня вот этого уже в этом году дойдут до этого руки это будет очень интересно интервью будет большинство на английском но я буду делать подстрочник на русском языке на записи то есть я буду вас конечно же приглашать на на сам эфир кто может кто понимает английский но после эфира запись будет будет текстовка я сделаю перевод качественный на русский язык буду делать это будет интервью и про и про кетогенное питание и про корневор и по отдыханию с очень-очень интересными людьми с учеными с практиками вот планы это планы такие потом планы какие я сейчас пишу две новые научные работы одна по кетогенным типам питания типа сравнительной характеристики а вторая по по онкологии по по раку мозга это как бы моя специальность меня пригласили писать статью по одному из моих клиентов на моей программе по онкологии это как бы два кейса два разных типов рака четвертой степени вот это очень интересная работа кроме этого мы готовим книгу по моему протоколу то есть на самом деле там материал очень много там материал на много книг вот мне сейчас помогают готовить материал для этого рукопись тоже занимает это какое-то время ну и конечно больше всего времени у меня занимает поддержка работа на программе вот вот такие вот ребята планы ну и конечно я хочу у меня большой мой самый чистый вот персональный план это работать более эффективно чтобы у меня не было немножечко больше свободного времени потому что конечно в 2020 году времени свободного было очень мало огромное количество работы и это не всегда просто мягко говоря но вот поэтому я так сказать учусь на собственном примере так сказать как можно оптимизировать режим дня как можно изменять образ жизни таким образом чтобы было легче и легче жить это вот самое важное самый важный я думаю аспект моей работы ну и конечно же аспект такой что как привносить тренировку не просто вот делать упражнения там 2-3 часа на упражнение а именно каким образом превращать упражнения в какие-то вот образ жизни именно в какие-то режимы проведения жизни дня то есть например я работаю я делаю паузу каким образом я делаю паузу я внедряю физическое движение в эти паузы я внедряю тренировку дыхания в эти паузы вечером прежде чем чем как я сплю я делаю медитацию дыхательную когда я встаю рано утром я делаю дыхательную медитацию обязательно в течение дня у меня прогулка которая сочетается с бегом так что я всегда занимаюсь у меня умеренное физическое движение это значит что я могу им заниматься практически каждый день и у меня не будет накапливаться хронического воспаления из-за того что я из-за перетренировки для меня очень-очень важно потому что раньше у меня были огромные проблемы многие из вас знают и рассказывал у меня были большие проблемы с сердцем из-за перетренировки именно и я сумел понять из-за чего потому что врачи не могли мне помочь я лежал много раз в госпитале меня много раз забирала скорая я просыпалась скорой помощи и как бы я должен был сам до меня должно было дойти видимо в этом есть вот смысл всего этого что каким образом мне нужно изменить свою жизнь и со временем я это понял начал сам это так сказать изменять и конечно начал помогать моим клиентам и вот таким образом медленно из всего этого как бы возник мой протокол работы протокол наверное вы многие из вас видели это вот вот такой вот протокол о это картинка на английском сейчас я найду картинку на русском языке вот картинка на русском вы видите это мой протокол который восстанавливает взаимосвязи то есть не просто питание не просто дыхание не просто ментальная физическая и иммунная устойчивость а именно работа по оптимизации всех этих пяти частей и таким образом мы через среду через нашу собственную человеческую среду мы как бы имитируем среду клетки и если мы начинаем оптимизировать нашу человеческую среду через изменение образа жизни через упражнение таким же образом изменяется и оптимизируется и энергопотребление и энергорасход вот именно в среде клетки как вы видите вот здесь и таким образом мы убираем метаболический синдром через оптимизацию клеточной среды через тренировку через изменение образа жизни то есть мы восстанавливаем взаимосвязи как раз на вот это это я и преподаю как раз на программе понимание того Как ментальная сторона и дыхание связаны, как питание с дыханием связано, как питание связано с ментальной стороной, как питание связано с физической устойчивостью, как дыхание связано с иммунной устойчивостью, как ментальная устойчивость связана с иммунной устойчивостью и так далее. так далее вот и каждый на программе у нас каждую неделю у нас новая тема и мы проходим все вот эти вот темы маленькие маленькими шажками и информация медленно накапливается и так как я вам каплю на мозги каждый день практически за исключением субботы в приложении у нас информация 6 раз в неделю за исключением субботы хотя в начале и суббота тоже по моему вот ну по по немножечку только воскресенье как большой объем информации то что у вас по идее должно быть время воскресенье то что все люди которые на программе у них есть приорити они приоритируют приоритизация есть приоритирование есть до здоровья да то есть здоровье в приоритете поэтому в понедельник мы начинаем работать если кто работает на основной работе а воскресенье у нас должно быть время чтобы пройти какой-то просмотреть видео прочитать может быть текст по новой теме а потом в неделю по немножечко по 5-10 минут в день вы таскать тренируетесь и через недели через месяцы уже таким образом вы начинаете медленно медленно менять свои рутины свои процессы вот ваш образ жизни таким образом медленно восстанавливается здоровье вот приложение называется шип она закачивать закачивается через она в приложении то есть его не нужно скачивать ни с какого не запстора а просто у него есть адрес когда вы входите в программу я вам даю на нее ссылку в приложении каждый человек который записывается тоже получает mail и и вступает на программу начинает вступаем в наши группы на фейсбуке начинаем совершенно конкретно работать встречаться на зуме каждую неделю задавать вопросы у нас сессии вопросов ответов каждую неделю у нас встречи нашего так называемого круга общения на зуме каждую неделю умедленно начинаем работать вот то есть так работает программа и конечно же у нас есть подробные подробные вебинары где я все рассказываю по программе ну вот вот так вот ребята у нас я вам сейчас вышлю после того как вебинар вот этот вот пройдет я вам напишу дам вам ссылку на на страничку где вы можете немножечко больше конкретно прочитать про программу где вы можете посмотреть отзывы курсистов из русского курса и с английского курса довольно я думаю что будет интересно вот ну программа постоянно совершенствуется я постоянно совершенствуюсь и мысли у меня такая так сказать чтобы найти как бы сформировать такую группу людей с которыми мне было бы интересно идти вместе по жизни и которым было бы интересно получать от меня поддержку то есть в этом как бы заключается моя смысл смысл моей всей работы то есть для меня это работа по жизни очень важная то есть я хочу с вами типа жизнь сделать такую как бы страховку здоровья мысли у меня такая что вот вы сейчас 12 месяцев проходите основное обучение после 12 месяцев цена падает в три раза и вы продолжаете со мной находиться как бы на в нашем таком клубе у нас уже много людей в таком клубе на программе которые прошли уже больше года и я помогаю вам вот сама программа наш клуб помогает поддерживать каждому члену нашего клуба помогает поддерживать здоровье и не сходить с пробега дает возможность задавать вопросы дают возможность получить новое какое-то вдохновение потому что каждую неделю у нас новые круги общения семинары у нас каждую неделю новые семинары вопросов и ответов у нас будут я сейчас беру кстати вот одна из новых вещей которые будет планы на 21 год я как раз в течение декабря начал брать интервью с моими учениками которые на программе находятся уже больше года такие уже более глубинные интервью которые они где они рассказывают как они какой у них режим дня как им удается работать со своим здоровьем как им удается там выздоравливать например довольно таки серьезных заболеваний таких как например рак поддерживать себя как работает поддержка семьи то есть все эти очень очень важные вопросы мы я на них буду вот давать вам такие вот интересные интервью для участников программы это будет конечно круто я уже сделал три таких интервью по полчаса буду нарезать на кусочки не давать вам это очень вдохновляет вот ну и будем таким образом работать то есть со временем я начинаю понимать больше и больше что конечно одних знаний недостаточно и я думаю что вы это тоже знаете что практика имеет огромное огромное значение и у меня больше восьми лет опыта например скетогенной диеты теперь я называю как бы не диета питанием потому что я понимаю что это на всю жизнь но несмотря на то что я как бы уже для себя решил я уже вижу что мне это помогло самому выжить в том числе диетой и дыхание конечно питание дыхание умеренная физическая нагрузка ментальная тренировка которая занимает огромную часть программы тоже но я вижу что существует конечно огромное количество различных аспектов которые ну буквально каждую неделю я узнаю какие то для меня новые довольно такие важные серьезные вещи и потому что конечно же мне приходится работать каждый день с этим и и во первых потому что я вижу как реально обратная связь идет на мое обучение и все время какая-то идет юстировка изменения какие-то это очень интересно то есть знание что я хочу сказать этим я хочу сказать что знание это динамичная штука это не просто вот ты узнал и делаешь нет знание это очень очень динамичная штука и для каждого человека и не просто потому что видео ведется большое количество исследований научных но потому что конечно же каждый из нас но очень многие люди во всяком случае на программе они же не только на этом они в разных форумах почерпывают почерпывают информацию и учатся постоянно и эти знания мы обмениваемся конечно и поэтому существует такая классная поговорка чтобы танцевать танго нужно двое ну а чтобы работать на такой программе нужно не двое нужно десятки сотни человек как у нас и есть сотни человек на программе поэтому конечно обучение и мы умнее обучение идет довольно таки интенсивно и мы умнее быстрее чем не на не в таком не в такой группе людей как бы да и вот это вот одно из самых важных аспектов конечно тоже что группа наша на программе это это группа людей которые конечно они объединены общим видением я бы даже не сказал цели может быть разные какие-то но именно общее видение вот как куда куда мы хотим идти чего мы хотим достичь в каком направлении мы хотим двигаться я считаю что это очень это самое важное именно иметь направление иметь общее направление даже если кто-то там хочет заниматься спортом у кого-то проблемы сердцем у кого-то может быть есть онкология у кого-то просто хроническое воспаление или хроническая усталость но несмотря на это потому что у нас есть протокол вот этот протокол как раз который вам показывал и и именно из-за этого это конечно у нас есть общность то есть мы его можем задавать вопросы и по ментальной стороне и по питанию и по дыханию и по физической и по иммунной устойчивости и мы будем помогать друг другу таким образом чтобы достичь более эффективного возжигания жиров для более эффективного получения энергии более эффективного дыхания более эффективного движения на более эффективной защиты от стресса эмоционального стресса психологическое вот именно устойчивости эмоциональной устойчивости это очень очень важно потому что это не просто дает нам возможность оздоровление но самое главное что нам дает возможность каждый день жить не просто более эффективной жизнью не эффективно жить но наслаждаться жизнь любить каждый момент начинает любить себя любить своего тела свое тело и давать именно вот эту любовь рассеивать в своем окружении я считаю конечно что по большому счету это самое важное вот вот какие еще планы но еще есть плават видите у меня такая не за кому видно у меня растут волосы здесь видите в середине головы довольно необычно я хочу чтобы у меня была такая косичка вот это тоже по план на 21 год такой здесь у меня будет такая косичка и она будет такой сплетена и такой хвостик у меня будет но не сзади а вот именно с середины головы почему меня люди спрашивают миша ты чего обалдел ну меня когда мои дети это увидели говорит папа это же не серьезно тебя никто всерьез не будет воспринимать тоже серьезный человек я говорю ребята пойти чем дело нужно обязательно сочетать серьезность с детс с детскостью то есть не то что я возвращаюсь обратно в детство но я начинаю быть более непосредственным я начинаю не стесняться самого себя принимать себя как я есть началось это с того как не началось от никогда бы они увидели что я вот четыре года назад я начал ходить зимой в сандалиях у меня уже пятый год сейчас будет как я хожу в сандалих вот сейчас это за пятая зима и они конечно тогда мне сказали миша ты нормально нормально я говорю да я не нормальный но я делаю то то что я имею важным то что я считаю важным то что для меня важно и я хочу мои детей тоже научить чтоб они не просто следовали каким-то так сказать нормальным вот понятием нормального в каждом обществе а чтобы они понимали с чего они чего они к чему они стремятся даже если это противоречит каким-то устоем у того общества в котором они живут потому что это и делает человека свободным ребят и вот у меня одно из выражений того что я свободен это то что я делаю в общем то что я считаю нужным и поэтому то у меня есть интересные результаты понимаете я у меня вот я играю на гитаре 40 лет уже и я изобрел свой новый метод игры на гитаре до метод игры на гитаре своя собственная техника каким образом я решил идти не про не по протоптанным дорожкам решил импровизировать решил так сказать учиться чему-то новому что-то изобретать я изобретатель и в результате я могу играть сольные концерты на гитаре и играю сольные концерты на гитаре профессионально уже давно моим собственным методом я играю совершенно по-другому нежели кто-то играет то есть совершенно новый метод то же самое на пианино я играл я хотел играть я басист хотел играть все время такие же линии басовые линии как я играю на контрабасе на пианино и натренировал таким образом левую руку и то есть я хоть хотел у меня были были проблемы сердцем я пошел другим путем я начал понимать в чем дело я понял что я так сказать тренировка верхней конечности нижней конечности у меня не баланс не сбалансирована я правил не понял что неправильно дышу я понял что неправильно ем я понял что так сказать я у меня очень сильно меня влияет стресс и он влиял на меня всю жизнь это меня привело к моему протоколу ну и конечно когда мой друг вот 8 лет назад заболел получил диагноз для областомы четвертой степени опухоли головного мозга то я тоже решил ему помочь и идти уже нашим путем своим путем и и вот это помогло конечно тоже то есть формулирование моего протокола с которым я сейчас работаю то есть я как бы привык уже смотреть на жизнь открытыми глазами не боятся идти новыми путями не боятся высказывать свое мнение ну и конечно я со временем научился слушать громче не говорить громче а слушать громче то что баланс конечно очень важен чтобы был перед высказыванием своих собственных идей и именно пониманием того что ты слышишь что говорит твой собеседник это очень очень важно вот а вот эта вот штука как раз этого началось да это потому что в боевых искусствах у меня большая большая часть опыта идет из боевых искусств внутренних боевых искусств есть такая вот штука то есть нужно идти таким образом двигаться чтобы структура тела была прямая и чтобы все кости как бы они было сочленение очень хорошая для лучшего качества движения для лучшего качества переретаскать и защиты и для лучшего качества удара и так далее и так далее конечно же для лучшей стабильности физической и я решил сделать такую вот напоминание себе чтобы так сказать держать себя чтобы у меня была очень классная структура тела поэтому я решил вот сейчас за не таскать вырастить себе такую штучку здесь косичку за которую я мог бы себе напоминать нам у меня могла бы напоминать о том что структура тело это самое главное у меня есть часть моего протокола у меня есть это называется пятиступенчатая ракета это связь движение с дыханием и все начинается со структуры сначала идет структура потом расслабление потом дыхание потом одна точка внимания и потом радикальное принятие то есть это очень интересный протокол который я вот представил в прошлом году на международной конференции по бутейка в торонто в канаде и вот сейчас написал про нее тоже научную работу очень интересно то есть все медленно медленно развивается я продолжаю что-то такое творить новое вместе с вами и мы вот с вами продвигаемся таким образом по жизни я надеюсь что у вас будет желание у тех кто не на программе может быть посмотреть прочитать по программу и если хотите попробовать посмотреть вот с воскресенья мы начинаем так что ребята если у вас есть вопросы вот я вижу мария написала один вопрос добрый вечер как называется приложение приложение называется сейчас я вам покажу кстати я прямо напишу как вам его найти приложение называется щип а вот адрес его щип точка сейчас он пишу сейчас он напишу сейчас он напишу ps щип тю лайф вот как приложение называется вам показываю здесь она открывается на всех платформах вот и любой может войти в это приложение я сделал бесплатно медитации там бесплатно сделал возможность заносить данные измерений каждый день вот ну и кроме того то есть вот эти вот размер данные и медитации они бесплатные а курс школа нежной кухни вопросы ответы и поддержка это как бы в платной версии так что если хотите начать мы начинаем завтра да вы можете присоединиться я вам прямо сейчас напишу где вы можете присоединиться вот прочитайте вот по этому адресу и сейчас я вам напишу я вам напишу вот присоединяйтесь по адресу по этому адресу по этому адресу и начинаем ребята начинаем уже завтра то есть реально первая информация уже у вас будет завтра и будем работать то есть работа интересная классная вдохновляющая вот я вам пишу вот я вам пишу прямо вот здесь вот вот я вам написал в чате тоже вот если есть у кого-то вопросы ребята еще отвечу а иначе завтра будет еще одно еще один семинар и продолжаем работать еще раз я сделал это этот маленький эфир потому что мне хотелось конечно чтобы конечно же вы не чувствуешь я вас забыл в фейсбук группе в нашей открытой так как я работал больше конечно здесь вот последние два-три месяца даже полгода на инстаграме с маркетингом то я решил сделать вот этот вот маленький эфир и завтра вечером будет еще один эфир в 6 по москве так что если хотите еще послушать присоединяйтесь завтра а так я вас крепко крепко обнимаю вот других вопросов не поступило поэтому вот я и сейчас я посмотрю на фейсбуке может быть я чего-то не увидел одну секундочку сейчас посмотрим может быть там есть вопросы а вот как найти в инстаграме сейчас вам скажу одну секундочку да вот инстаграм сейчас вам покажу где я в инстаграме вот вот вам адрес инстаграма сейчас вам еще покажу вот 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 Ребята дорогие, я вас крепко-крепко обнимаю и, может быть, до встречи уже завтра или на программе, или на вебинаре в 6 вечера по Москве в воскресенье 3 января. Еще раз хочу использовать в случае поздравить вас с Новым годом и, конечно же, я хочу сказать, что 2021 год это будет наверняка тем годом, в котором мы пожинаем плоды нашего совершенно конкретного, плоды того, что вы поумнели в течение 2020 года. Я надеюсь, что мы все поумнели, что мы все поняли, что единственный путь вперед к здоровью это через, так сказать, то, что мы должны брать полную ответственность, 100% за свое здоровье. Ни на что другое надеяться нельзя. Чтобы иммунитет работал, нужно соединять все точки над Йо. А все точки над Йо по иммунитету, это именно то, что я вам только что показал, это вот мой протокол. Чтобы иммунитет работал, чтобы здоровое было, чтобы мы были активными людьми, чтобы мы шли к здоровью. Нужно, конечно, соединять точки над Йо. И я считаю, что это очень-очень важно. Вот. Ребята, мои дорогие, это возможно. Это совершенно конкретно возможно сделать. Будем работать в новом году. И новый год принесет нам, конечно же, хорошие не только результаты, но и удовольствие от нашего пути, удовольствие от нашей совместной работы. До встречи завтра. Всего доброго, мои дорогие.